Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приветствуем вас из студии Санкт-Петербурга. Сегодня гости нашей студии — это авторы и ведущие программ, которые создаются здесь, в городе Наневе. Одна из таких передач — «Буква в духе. Церковно-славянская грамота». Она выходит еженедельно, и ее автор и ведущий — Сергей Анатольевич Наумов, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Спасибо, что посетили нас. Нам интересно узнать, как вы создаете передачу и что остается за кадром. По ту сторону фокуса творятся удивительные вещи. Во-первых, то, что зритель видит в готовом виде — это сильно урезанные вещи, в которых вырезан кашель, вырезаны разные рабочие моменты. Например, там, где записано неудачно, там я могу сказать «стоп, перезапишем». Потом на этапе монтажа это все вырезается. Сначала передача готовится, собирается материал, штудируется литература, составляется конспектик. Потом я это все наговариваю на камеру. Оператор вынужден все это смотреть и слушать. А потом готовую запись я снабжаю сценарием. То есть на какой секунде, что появляется в кадре. Если это картинка, значит, я ищу картинку. Если эту картинку не найти, значит, я беру фотоаппарат, иду на улицу и делаю эту картинку. Или была передача, где нужно было бутерброд, хлеб с маслом дать в качестве картинки. Соответственно, делается бутерброд, хлеб с маслом, он фотографируется, потом съедается. И потом все по секундам. Это отправляется монтажеру, и он уже видит, на какой секунде, что должно появиться в кадре и как. Какой звуковой фрагмент, видеофрагмент. То есть он это все собирает. Это я сам делать не умею. И таким образом получается готовый продукт, который я, как правило, не вижу. Потому что мне некогда его смотреть, я работаю уже над следующим. Сергей Анатольевич, расскажите, ведь в обычной жизни вы занимаетесь обучением иностранных студентов русскому языку. Что вас привлекло в церковно-славянском? Когда я учился в школе, мне одноклассники разрисовали тетрадь по истории. И она стала выглядеть так. Тетрадь по истории болезни, психбольного Наумова, диагноз славянская письменность. То есть увлечение церковно-славянским языком имеет глубокие корни. Это скорее русский язык, как иностранный, он пристроился к тому, чем я на самом деле в основном занимаюсь в жизни. То есть ваша судьба была предрешена с детства, можно сказать? Да, ну знаете, не каждому везет засыпать, когда крестная молится в соседней комнате, да еще при советском строе. Сергей Анатольевич, известно, что профессионалы с большим интересом смотрят вашу передачу. А кому еще она может быть полезна? У нас есть курсы церковно-славянского языка. И естественно, человек приходит на курсы и может сложиться так, что он что-то когда-то пропустит. По передачам он может восстановить хотя бы теоретическую часть. То есть практическую, там, где он делает упражнения, ошибается и может быть поправлен, он пропускает безнадежно. Но теоретическую часть он может восстановить по вот такому дублирующему параллельному видеокурсу. А те передачи, которые посвящены церковной арфаэпии, они очень помогают в школе уставного чтения, которая тоже у нас функционирует здесь в Петербурге при отделе религиозного образования. И я ее курирую. Сергей Анатольевич, ну и расскажите нам, откройте тайну ваших планов, как будет развиваться дальше передача. Во-первых, появится детская передача. Я очень надеюсь, что она появится. Сейчас разработан шрифт для нее, специальный детский церковный шрифт. Разработана общая концепция. И сейчас вот она собирается. И ее нельзя делать так вот по одной передаче. Нужно сразу сделать ее циклом, и тогда уже пустить. И во-вторых, мне хотелось бы еще в будущем рассказать о своих коллегах, которые занимались в прошлом и занимаются сейчас церковно-славянским языком. Может быть, кого-то пригласить. Собственно, я это уже и начал делать. Спасибо, Сергей Анатольевич. Еще раз благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, если вы еще не знакомы с передачей «Буква в духе. Церковно-славянская грамота», приглашаем вас к ее просмотру. Следующий выпуск будет в среду, 16 сентября. А мы ненадолго прощаемся с вами. До скорой встречи.